На тропу воспитания окружных детей выходят отцы. Уникальный проект «Совет отцов» стартовал в Наринмаре. Какими методами будут воспитывать подрастающие поколения, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях автор и руководитель проекта Алексей Канев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Радовать вас в студии. Расскажите, как возникла идея создать такой совет? Ну, идея долго теплилась. На самом деле, наше общество с 90-х годов было не просто разобщено, оно разорвано в клочья, буквально, в смысле слова. И поставили в такие условия, где ценностные ориентиры были сбиты абсолютно у всех. И такие основополагающие ценности, как семья, совесть, нравственность, они как-то затираются, причём затираются западной культурой в основном. Поэтому вот этот проект, он возник именно для того, чтобы это исправить всё. В этом навязанном нам водовороте событий у каждого ведь свой водоворот, да. И мы забыли о самом главном, скорее всего, о наших детях, о нашем будущем. Потому что сейчас мы воспитываем даже не мы, а воспитываем всё, что угодно. Там киноиндустрия, СМИ, интернет, телевидение, да. И, как мы видим, воспитание это не самое лучшее. Негатив, жестокость, да. Потому что в советское время было по-другому. Там были хорошие фильмы нравственные, я согласна, да. По одним названиям, можно сказать, там было счастье. А сейчас это вот... Семейные ценности были. Семейные ценности. А сейчас материальные, да, я согласна с вами. Вот сейчас, знаете, есть огромное количество людей просто даже об этом не задумывается. Просто, ну, как-то воспитываются, да, там, и всё, там, отправили в школу, потом пришли со школы, вроде, выполнили, выбросил мусор, там, выучил уроки, да, и воспитание на этом заканчивается. Я не говорю о всех, да. Конечно, есть люди, которые и понимают пагубность тех же гаджетов, да, интернета. Но дело в том, что одиночно, да, как-то этим не решить проблему. То есть невозможно в одной семье, да, это всё сделать. Нужно делать это вообще в обществе. Ну, в основном потому, что дети, которые... Молодцы родители, ничего не скажу, но это точечно, и это не даст эффекта, потому что дети, выходящие из этих семей в общество, увидят совершенно другую картину, не так, как их воспитывали родители. И у них будет, как бы, три варианта приспособления к обществу. Это быть такими же, как общество, да, быть двухличными, как минимум, да, то есть они дома одни, в обществе другие. Ну, рамки это мы сами, кстати, поставили, к сожалению. Вот. И третье – белыми воронами. Я считаю, что это... Все три варианта, они неприемлемы. То есть мы должны общество менять через наших детей, через родителей, то есть воспитывать именно вот так. И, собственно, хотим или нет, общество деградирует, да, от деградации поможет только наше... Когда мы будем вместе, ну, соединяться в группы, ну, не в группы, так скажем, поднимется общественность. И даже руководители, да, всех рангов, солим по своей должности, посмотрят не как руководитель, да, а посмотрят как простой отец. И только семя, сообща, мы сможем изменить ситуацию. Для этого нужно создавать в каждой школе родителями, пока активными, но желательно, чтобы проснулись-то все, потому что под угрозой-то наше будущее общее, наши дети, не чьи-то там, и чужих детей вообще не бывает. Потому что своего ребенка сколько не воспитывая, он все равно выйдет в люди, а там что? То есть надо воспитывать все общество. Может, я повторяю? Вот. Что еще хотел сказать? А как вообще откликнулись окружные, так скажем, папочки на ваш призыв? Давайте вот создадим такой вот совет и будем действовать вообще. Ну, скажем, хорошо. Но мало. То есть родители приходят, ну, очень мало родителей. Осознают причем все. А участвовать в этом, ну, хотят мало. Вот в шестой школе мы уже создали, да, совет отцов. Работает потихоньку, помаленьку. Там Ольга Зимировна Кривова помогает очень, проект тоже «Отцы и дети». Мы запустили вместе с ней, да. То есть она детей там заводит, мы с отцами приходим и как-то взаимодействуем, да. Если будет приходить гораздо больше отцов и искать какие-то новые смыслы в школе именно общений с детьми, не на уровне бытовухи, сделал уроки, вынес мусор или еще что-то, да, не хулиганил ли ты в школе, а именно какие-то ценности, принципы какие-то правильные давать именно в общении, вне школьного времени, а после школы. Причем школы идут на это, они согласны как бы, чтобы, да, давайте мы выдернем детей с улиц, будем как-то взаимодействовать и вместе воспитывать этого поколения. Алексей, а почему совет отцов там, а не совет родителей, например, решил как-то... Я объясню. Нет, нужно папам просто вставать уже и заниматься. Да, потому что я ничего не хочу сказать там против мам, я очень маму уважаю. И смысл-то в том, что... У нас обычно женщины и мамы, они активисты, да, вот на любом возьмите мероприятие, да. Пап там 30% от силы, если наберется, да. Это в лучшем случае, я вам скажу, да. На самом деле родительские комитеты, да, вот в школе, это прекрасно, но это организационный орган, то есть где какие повесить там цветочки, там кого поздравить, там еще что-то. Это организация вне классного как бы процесса, да. А именно вот моя-то идея не в том, что именно совет отцов, а совет отцов и совет матерей, чтобы создавались именно в школе для духовно-нравственного воспитания молодежи. То есть подтягивание их там на всевозможные какие-то волейбольные, ну, игры какие-то, да, совместные, причем родители, там, дети. Мамы много могут дать своим дочерям, да, шить там, вязать, я не знаю, какие-то интересные кулинарные эксперименты делать, да, вместе в школе. Понятно, да. Раньше же было хорошее воспитание, да, в 19 веке, когда там и рукоделие было, и все, и музыка, да, и какие выходили в свет дамы, да. Нам этого не хватает, я с тобой согласна. Да, и а как это сделать? Сейчас вот этого нигде нету, на самом деле, да. И вот если есть советы отцов, да, по России, я так просто посмотрел, они, конечно, занимаются важным делом, но это все точечно. То есть в одной школе там... Провели раз, да, если бы... Провели, сфотографировали, выложили в интернет прекрасно, да, там, ну, доходит до того, что там пристегивать детей, при... отцы ходят и показывают, что нужно пристегивать при движении автомобиля. Это ежу должно быть понятно, что надо быть пристегнутым, но зачем из этого делать акцию? Вот. Акция, она должна не в этом состоять, а именно в изменении молодежи нашей. Более нравственное русло, что ли, заправлять их. Вот. Ну, для этого нужен какой-то план работы, он наверняка у вас есть. Какие там мероприятия запланированы? Да, мероприятия, конечно. Вот у нас сейчас квадрокоптеры, как они называются? Ну, соревнования запланированы, соревнования по квадрокоптерам. Ребята занимаются, им интересно, да, то есть соревновательный вот этот вот момент. Соревнований еще не было, но мы уже, ребята уже пробовали это делать. Вот. Далее, какие-то спортивные соревнования между отцами и детьми. Было, значит, лидерские качества у Ольги Зинужиной, вот в школе она проводила. Очень интересно. Ребята... В шестой школе проводили, да? Да, в шестой школе, да. Это пока идет все на уровне шестой школы. Такой экспериментальный проект, да, пока запущен. Да, да, да. Но надеюсь, что он не только на город распространится, а вообще по России, потому что это единственное, наверное, что сможет изменить будущее наших детей. Наших, нечих, нибудь. То есть желать, ну вот в идеале было бы неплохо, было бы неплохо сделать там рыбалку, да. Отцы, мамы можно, дети. Все, это же было замечательно. Вывести это на уровень города всей толпой, красиво, все прекрасно. Порыбачили, призы какие-то организовать. По весне можно в лес походы ходить. Вообще, по идее, родители, да, вот сейчас столкнулись с тем, что выпускники школ приходят, и они даже просто не могут лампочку закрутить, не говоря уже. Они просто сидят в гаджетах, и им интересно. Все ответы у мистера Гугла спрашивают, то есть памяти-то нету. Вот. А если их научить там простым вещам мужским, ну или женским, да, где-то там шить, вязать и так далее, то это же им будет очень хорошее подспорье в будущей жизни. То есть вот этим должны быть заниматься. Знаю, что у вас еще будет работать нравственный кинотеатр. Что это такое? Нравственный кинотеатр? Мы росли на других совершенно фильмах, да, каких-то патриотических, счастливых, да. Которые проходили жесткий контроль, да, со стороны государства. Я вообще считаю, что цензура – это иммунитет общества. Вот сейчас нет цензуры, и все, и караул. Что происходит на улицах, мы все это видим. Вот именно, что отсутствует цензура. И именно не цензура должна быть, да, как превалирующая в этом, а должен быть разумная, скажем, разумная, сейчас скажу, должна быть разумная фильтрация, да, всех вот этих потоков информации негативных, вот этих всех ерунды, и предоставлять детям другую информацию, счастливую, добрую, честную, нравственную. Вот это вот надо. Вот этого не хватает ни в интернете, нигде, ни по телевизору тем более. Вот этим надо заниматься как раз. А как ты думаешь, будут они смотреть такие фильмы вот советского времени? Конечно, я думаю, что если с родителями придут, а потом еще сделать некое обсуждение, я думаю, что это будет. Это нужно сделать. Это было бы неплохо. А техническая есть возможность показать это все? Так в любой школе есть там эти проекторы, да, через компьютер скачать и запустить это дело. Это как семейный кинотеатр, да, такой нравственный. Я думаю, что пойдут. А ты куда-нибудь выходил уже с этим проектом? То есть это все еще на добровольческих, так скажем, началах, да, нет какого-то финансирования? Ну пока нету, да. Но чтобы он действовал, я думаю, что все равно финансовая здесь сторона должна быть. Ну, на самом деле, вот проект начался, я член Ассоциации родителей НАУ, и проект мы начали именно из этой ассоциации, да, в октябре месяца того года еще. Сейчас я делаю, ну, мы, вернее, делаем НКО, для того, чтобы вот именно вот эти задачи, там где-то софинансирование или финансирование, решать уже через общественную организацию. И мы, конечно же, будем вместе работать с Ассоциацией родителей НАУ и Советой Отцов для изменения морального облика наше общество. Это и надо сделать. Уже несколько мероприятий, вот ты говоришь, прошли в шестой школе. Как дети реагируют? Вот они идут на это или вот затащили меня сюда, я пришел? Нет, нет, наоборот. С удовольствием. Да, это с удовольствием, вы понимаете, нашим детям именно внимания не хватает. Вот это точно. Да, потому что родители, я говорю, родители, им поменяли ценности, всем в голову вбили, что там наши замечательные СМИ и все такое, что нужно деньги зарабатывать для того, чтобы потребление, 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 потребление. Подождите, вы для кого зарабатываете деньги? Да, или вы, вот никому не надо машину-джип в кредит для того, чтобы возить ребенка в школу. А получается, что свои амбиции как-то, вот это я для детей делаю, да зачем? Им совсем этого не надо. Не нужны им деньги, им нужно внимание именно. Так давайте соберемся и дадим им это внимание в школе. Причем все этому согласны, ну как бы помогают люди-то и в образовании, и везде, это же замечательно. Поэтому вот именно советы и матерей, и отцов, они в школе будут как бы делать такой орган содействия между учениками, учителями, родителями, для того, чтобы было понимание, и тогда мы смотрим, сможем все проблемы-то разрулить, которые там в школе. Опоздание. Сейчас есть такой орган в шестой школе, да? То есть он уже создан, а сколько там членов этого совета? Ну, вообще, по документам он создан как пятеро нас, да? Ну, все могут туда же прийти. Не обязательно быть там где-то, что ты расписываешься, ходишь там или еще что-то. Нет, это не нужно. Тут же каждый должен понять, что это его дело личное. То есть каждый из себя должен начать. Хочешь что-то изменить, измени себя. И все, и дальше пойдет уже. Как говорил Иисус Христос, да? Изменись сам, и тогда тысячи вокруг тебя изменятся. Это все работает, это все действует. Так что вот этим надо заниматься. А на какие вот классы рассчитан этот проект? На все. На все. Вообще на все. Конечно. Просто тут как бы градация должна быть именно возрастная быть, да. То есть первый-четвертый класс, да, это одни папы. Одно звено, да, понятно. Да, звено папы, да. Четвертый-девятый, это другие. У десятых-одиннадцатых у них совсем другие проблемы. У них уже там готовится, там ЕГЭ там страшное, еще что-то. Вот. Там свои там, да, проблемы какие-то решаются. И вот если мы все-то хотя бы по два-три человека от класса возьмемся, да будем взаимозаменяться, то есть если у кого-то не получается, второй приходит, помогает. Во-первых, мы все сдружимся, у нас общество будет гораздо дружнее. У нас не будет какого-то там беспредела на улицах, да потому что хотя бы теми же родительскими патрулями, да, мы можем это все регулировать. То есть еще будет родительский патруль, который выходить на улицу должен, да? Я не сказал, да, он уже действует. А, он уже действует, да. В шестой школе он уже есть, если мне память не изменяет, с мая месяца. Родители ходят и смотрят. Есть положительный результат? Выявляют они нарушения, вот молодежь гуляющая? Насколько я знаю, да. Выпишем. Ну да, да. Но тут сам, я так считаю, ну, по крайней мере, мое мнение, что родительские патрули, это больше для родителей нужно. Для того, чтобы они понимали, чем занимаются дети вечером. Мы не можем детей гонять, да, то есть как это, пугало бегать и их там распугивать, там, с хороших, там, или еще откуда-то. Это не наша проблема. Мы-то должны сделать досуг, чтобы дети туда не шли. То есть я вижу, что, да, дети стоят. Ну, мы, по крайней мере, я не подхожу, не говорю им, что вы здесь делаете. Потому что нет смысла. Я ничего им не дал. Я не предоставил им какие-то такие моменты, где бы они могли спокойно себя чувствовать. Конечно. Где-то общаться с кем-то, да. Даже с родителями. Там же. Замечательно. Вот. Какие-то такие есть инициативы. Вот, например, есть люди, которые бы сделали картинг, да, там, мото-кружок вот этот. Блин, очень хорошая штука. Вот, замечательно. Давайте сделаем. Ведь, ребята, я сам был такой маленький, мотоцикл, там, что-то, где-то ездить. А если это еще под присмотром взрослых, так это будет гораздо лучше. А если нам еще помогут внутренние органы, да, там, например, ГИБДД, да, там, где-нибудь, чтобы там заодно можно было там сразу сдать на права, там, или еще что-то. И вообще взять под шеста, да, вот эту именно структуру. Я думаю, что было бы вообще прекрасно. Вот. Идеи-то есть, здесь только надо реализовывать. А есть такие умельцы вот среди ПАП окруженных, которые вот готовы прийти, рассказать, показать? Да. Просто, может быть, не все знают, что вообще этот как проект существует. То есть с некоторыми разговариваешь, а мы не знали. Ну, то есть у всех понятно, что в нашем перенасыщенном информации обществе сейчас... Я знаю, что ты очень против телефонов, да, и что в школе нужно их запрещать. Категорически, да. Одна из инициатив, из инициатив родителей в школе должно быть убрать телефоны из учебного процесса. То есть в 8 утра телефончики сдали, да, в 2 часа, в 3 пошли домой забрали. Вся связь может быть через учителя. То есть ничего такого страшного не произойдет. Мы учились сами. Причем вот эти кейсики, да, вот мы смотрели по интернету, там 2,5 тысячи на 30 телефонов с ключом. Они есть. Заказали, поставили родители, сдали. Дети начнут между собой общаться. Они не будут зависимы от этого. Вот хотя бы вот это время с 8 до 2, да, они будут заниматься совершенно другими делами. И это не будет мешать их обучению, то есть процессу обучения. Я бы хотел еще зачитать тут родителям, которые сомневаются в целесообразности. Значит, вредоносное влияние электромагнитных излучений, низкочастотных и радиочастотных, на здоровье людей, вплоть до провокации опасных заболеваний. Это как раз мы говорим о телефонов. Значит, одним из важнейших документов, посвященных данной теме, является резолюция 18.15 парламентской ассамблеи комитета министров Совета Европы, ПАСЕ. Потенциальной опасности электромагнитных полей и их влияние на окружающую среду. Это доклад научных сотрудников, причем очень многих, но об этой резолюции молчат. Как и о том, что в том же месяце была обнародована информация международного агентства по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения, в которой говорилось, что радиочастотные магнитные поля, образующие при пользовании беспроводными телефонами, могут быть канцерогенами для людей и повышать риск возникновения злокачественных образований головного мозга. Негативные изменения в развитии мозга и психики людей, детей, активно использующих цифровые технологии, это цифровое слабоумие и цифровая деменция. Это нарушение когнитивных функций мозга и поражение отдельных его участков. То есть это все серьезно, и пусть родители на это не реагируют как-то негативно, это наоборот будет как для здоровья их детей собственных. Никто не потеряется никуда. Телефоны должны быть, ну, то есть как средства связи, мы без этих уже не можем делать, да, ну, жить просто. А у нас средство общения превратилось, да? Да, да, средство, пусть оно будет, но нужно минимизировать это влияние, то есть, да, меньше Wi-Fi сетей, дома даже, да, лучше. Если есть Wi-Fi сети, то поставить какие-нибудь, я не знаю, там, поглощающие растения, там, а еще лучше просто на сеть на обычную перевести. А вы медицинское сообщество, вот, в свой проект приглашаете? Я думаю, что вам стоит и с ними какой-то план работы составить, потому что я знаю, много детей ожирением у нас в округе страдает, как результат. Да, ну, это более сидячий образ жизни, да. Я даже больше скажу, вот, на самом деле, я не знаю, почему это не озвучивается, а может быть, я не слышу. Я был на Ливадии 2018, форум в Москве, очень замечательный фонд, там очень много замечательных было людей, и там озвучивались такие очень нехорошие цифры, как из выпускников 11 классов, из 10 мальчиков папами могут стать всего двое. И это все как раз из-за того, что постоянно сидячий образ жизни. В классе сидим, на перемене сидим, в гаджетах в тех же, дома лежим и не сидим. Двое, это, видимо, те спортсмены, которые у нас посещают там секции или еще, а все остальное, ну, и да, соответственно, это все надо контролировать кому? Родителям. А ведь даже не задумывается никто. А раньше у нас были физминутки, ты, наверное, помнишь, да? У нас были активные такие паузы между уроками, может, их тоже надо возрождать? Есть такое в планах? Конечно, есть, только тут немножко глобальнее, это не только физминутки. Есть такое, я сейчас скажу, здоровье-сберегающие технологии Владимира Филипповича Базарнова, с которым он тоже встречался именно на форуме Ливадия 2018. Кто он такой? Это профессор, он 40 лет занимается именно вот этими технологиями, здоровье-сберегающими для детей. При Советском Союзе в 88-м году, если мне память не изменяет, президиум было принято, что эти технологии, они единственные сертифицированные на данный момент, ну, по крайней мере, как я знаю, да, по России всеми, и с Анпинами, и все-все-все. У него все это засертифицировано, все это работает и приносит пользу детям, здоровью. Причем Владимир Владимирович Путин, наш президент, в 12-м году, в мае, 1-го июня, у него указ 761-й о внедрении здоровья-сберегающей технологии. И вообще там прекрасно указ по-другому звучит, но смысл в том, что нужно наше будущее защитить. Вот. Но почему-то я никого не хочу не обвинять, ничего, нужно просто это делать. Можно долго перепихиваться, там, вы там виноваты, не надо этого делать, надо просто делать и все. Давайте внедрим технологии базарного. Там смысл в чем, что дети полурока, например, стоят, да, есть конторки базарного, такие парты, можно дополнительно сам сделать своими руками, просто на парту ставится конторка, она немножко так, как у нас были в детстве парты, да, там, раз, вот, и стоя ребенок стоит. И у него постоянный позвоночник прямой, вот. А внизу, да, то есть под партой коврик, то есть дети снимают обувь и стоят на коврике, на вот этим массажном коврике. И вот полурока один ребенок стоит, полурока другой, ну, чтобы не утруждать. Это вот проблемы с позвоночником, они уходят практически все. То есть, а у нас сейчас в данный момент все дети как сидят, да? То как, там, то во что гораздо. Да, 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 и причем это очень серьезно уже. Говорят, что к заканчиванию, ну, к окончанию школы это абсолютно здоровых детей уже нет. То есть нам обязательно нужно вот эти здоровье сберегающиеся технологии внедрять. Я думаю, что никто не будет этого против или противиться. Я думаю, что просто нужно, чтобы об этом знали и это внедряли. А есть уже такие школы, где вот внедренные? Да, насколько я знаю, там где-то 2,5 тысячи школ вообще по России эти технологии внедряются. Там еще такой интересный момент, я когда с людьми разговариваю, они, конечно, на меня такие глаза делают, что раздельное обучение. То есть мальчики отдельно, класс, девочки отдельно. Там же же было, и очень хорошо, мне кажется. Да, это прекрасно. Встречались только на танцах. Ну, и на переменах. Да, да. И на переменах. Я не говорю, что там прям все уроки. Есть какие-то уроки, где можно и вместе, но большинство уроков, где ребята, они должны отвлекаться на девчата, девчата на ребят, да, то это нужно проводить именно. Причем, если память тоже не изменяет, то в Азербайджане очень многие школы перешли на технологию базарного, да. То есть это очень нужно делать, обязательно. Вот для чего, например, мы их разделим, да, что у них там будут, специфические занятия проходить? Нет, почему? Просто восприятие детей, мальчиков и девочек, оно разное. Потом в определенный момент девочки ведь перерастают от мальчиков, то есть быстрее, да, взрослеть. И интеллектуально, да, и физически. Интеллектуально, и физически. И вот именно в тот момент начинается давление на мальчиков, сопля, ну, вот, понимаете? То есть уже в том возрасте мальчики начинают чувствовать давление девочек. Это неправильно. То есть они в своё время вырастут, то же самое и будет. У меня всю жизнь было наоборот. Я не знаю, почему так. Ну, не знаю, мальчики попадались такие, наверное. Может быть, да. Я не помню, что мы их терроризировали, но хотя, возможно, других наоборот. Я не буду рассказывать, что было у меня. Нет, просто это есть. Это есть и сейчас. И причём даже некоторые мамы это поощряют. А моя-то там весь класс держит. А интересно, а кто твою-то потом защищать-то будет? Конечно. Ну, то пошло так. Или какого вы хотите себе взять, я тогда стесняюсь спросить. Вот. Ну, в этом смысле. И ещё там у него есть именно для зрения и для того, чтобы не было вот этих застоев в шее, да, постоянно же сидеть. Через каждые 15 минут физминутки вот эти, да. Но там у них идёт нарисованные на потолке и на стенах такие круги специальные со стрелочками, как надо видеть глаза, там, голову, ну, чтобы не было застоев вот этих. То есть, я даже вот давайте прочитаю, чтобы не быть сильно голосновным, да. Вот результаты применения в образовательном процессе здоровья сберегающих программы так. Впервые за 200 лет эпохи из практики учебного процесса исчезли традиционные, признанные во всём мире школьные формы патологии. Близорукость, нарушение развития позвоночника, сердечно-сосудистые нарушения, нервно-плитические расстройства. И другие. Это подтверждено официальными заключениями НИИ, РАН, РАН, а также Междуздравой РФ. Отмечается положительное влияние и сохранение и укрепление здоровья детей, а именно в 2-4 раза снижается заболеваемость учащихся и болезнью костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы, репродуктивной системы, о чём мы говорили, желудочно-кишечного тракта, нервно-психической сферы и других систем ребёнка. Проявление нервно-психических срывов, различных форм агрессии у детей уменьшается в 5-6 раз. Жизненность организма ребёнка увеличивается, а, жизнестойкость, извиняюсь, в 2-3 раза. Плотность двигательной активности на уроке возрастает в 5-8 раз. Положительные принципы не просто укрепляют и развивают здоровье детей, но и способствуют более глубокому и прочному усвоению знаний, умений и навыков в более короткие сроки, снимая при этом проблему перегрузки и переутомления школьников. По-моему, больше тут, собственно, ничего и не нужно знать. Конечно. Здесь ещё есть перевод письмо и экологические прописи. Вот что это такое? Это тоже очень важно. У нас же руки – это как бы развитие мозга. То есть если мы не будем писать, да? Мелкомоторика, да? Да, мелкомоторика, то развиваться мозг абсолютно не будет. То есть вот это сейчас разговаривала с одной женщиной, она логопед, она говорит, что такие интересные моменты были, когда дети приходят, маленькие, ещё разговаривать толком не умеют, а у неё что-то так мелко написано, и она говорит, они как-то вот так делают всё время, я говорю, сначала не могла понять. А они увеличивают шрифт на телефоне. Они увеличивают шрифт на телефоне. То есть, понимаете, они уже это, они ещё читать не умеют и писать не умеют. А манипуляции они все сделают себе. А это они уже всё, уже глаза себе портят. Вот. То есть, а именно моторика, если развивать, то, соответственно, и все логические связи, всё-всё-всё в мозге, оно будет развиваться. Вот ни в коем случае. Но это, наверное, нужно работать и с департаментом образования, да, чтобы внедрять вот эти вот все технологии. Ты не выходил ещё на них? Нет, мы уже общались. Дело в том, что, в принципе, не против, даже, ну, скорее всего, за. Просто, что нужно привезти, например, сюда того же Владимира Филипича Базарного, или как-то вот... Я думаю, что это мы всё сделаем. Я не думаю, что кто-то будет против этого. Понимаете? То есть у всех же есть дети. Все же понимают, что это наше будущее. Неужели кто-то будет против этого? Нет, не думаю. Но это большая работа. Вот скажите, тебе зачем это надо? Воспитывал бы там своих детей, да? Вот я уже говорил, что воспитывать надо общество, потому что я своих детей там воспитаю, да, я там зёрна знания там и какие-то морально-нравственные... Да, ну, закидываю, то есть учу, рассказываю. Потому что мне очень нравится, я вредный, на самом деле, в этом отношении. Вот, но... А дальше что? Вышли они на улицу, да? А там-то кто будет? Там-то ведь никто этого... Ну, не то, что никто, но большинство, кто на улице болтаются, ребята, они же все прекрасны, они все какие-то такие творческие, всё. Так давайте их чем-то зарядим. Конечно. Да, знаниями, там ещё что-то. И всё, и будет всё прекрасно. И уже общество, уже нам потом будет не стыдно, что наши потомки не смогут сказать, что мы бездействовали. А сейчас это именно и происходит. Я с тобой согласна, Алексей. Скоро у нас 23 февраля, у тебя сегодня есть возможность. Поздравите своих соратников и подрастающих мужчин нашего округа. Пожалуйста, вот на эту камеру. Да, ну, поздравляю с настоящим мужским праздником 23 февраля. Кто не служил, ещё придётся. Кому не придётся, всё равно всех поздравляю, счастья, здоровья. Ребята, и давайте всё-таки задумаемся о нашей здоровой нации, о наших мужчинах, будущих и перешних. То есть поздравляю. Алексей, вот прям гордость берёт, что у нас есть такие неравнодушные отцы в округе. Вам тоже здоровья, счастья и успехов в вашем непростом воспитательном отцовском деле, так скажем. Приходите к нам, пожалуйста. Я говорил насчёт ассоциации родителей НАО ВКонтакте, к которой родители могут подключаться, и там очень много информации. Полезной, да. Полезной для родителей, для развития детей, для просмотра видеороликов вместе с детьми, которые именно развивающие, именно нравственные какие-то понятия. То есть подходите, подключайтесь. Вы поможете, да? Да, мы поможем. Спасибо вам большое. Ещё раз с наступающим праздником. Благодарю. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был руководитель проекта «Совет отцов» Алексей Канев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»